Друзья, всем привет! Меня зовут Никита. Добро пожаловать на мой канал. Канал о недвижимости в городе Сочи. И сегодня у нас четвертая часть, заключительная часть серии видео о том, как я выбирал квартиру в городе Сочи. Немножечко такое эпичное начало было. Решили мы немного разнообразить в нашем видео. Итак, где же я все-таки остановил выбор? Наверное, уже многие поймете, что все-таки купил я квартиру в этом жилом комплексе. Это жилой комплекс «Спасний дом». Он уже сдан. Находится он на первой береговой линии. Выбрал я квартирку площадью 32-31,5, если быть точным, квадратных метров. Сейчас я вам все покажу и немножечко покажу сам комплекс. Из чего он состоит, что здесь внутри имеется и почему все-таки выбор пал на данный жилой комплекс. Всем приятного просмотра! Ну что, друзья, мы продвигаемся по территории жилого комплекса «Посейдон». Вот эта ТПшка, вот эта запасная, кстати, ТПшка мы сразу решили вам приметить. Если в городе свет выключат, то лифты все равно в этом доме будут работать. Так он выглядит с этой стороны. Там у нас получается выезд. Там дорога к морю. Хотели вам показать детские площадки, спортивные площадки. Вот здесь, как видите, уже открылся первый магазин, центр красок. Вот. Также здесь очень много будет коммерции. У меня там во дворе получается детский сад, спортзал, аптека, кофейня. В общем, чего здесь только не будет. Ну, в общем, полноценный бизнес-класс со своей инфраструктурой внутри комплекса. Ну, чтобы вообще отсюда никуда не выходить, кайфовать, ходить только на море. Все, пойдем. Хожу я, кстати, на море просто, ну, реально. Одеваю шорты купальные, беру с собой полотенце и все. Тут буквально 5 минут и ты на море. Я хотел показать площадочки. Тренажерную, детскую площадку. Вот, посмотрите, здесь красивое озеленение. Повторюсь, что каждый день все это дело поливается, ухаживается. Специальный человек, который с лопаточкой здесь все это дело... Специально обученный. Специально обученный, специально нанятый, наверное. Итак, вот мы подходим к тренажерным площадкам. Здесь, как видите, парковочные места. Вот она у нас, тренажерная площадка. Дальше идет детская площадка. Вечером там человек, наверное, 50. Ты, Витя, наверное, не застал вечером, когда там столько народу? В 10 часов охранник приходит, все это дело закрывает, всех выгоняет. А я застал. Бывает, до 10 вечера работал. Были такие случаи. Да? До победного, да. Там у нас, получается, въезд на парковку. Сейчас очень много машин. Но, когда вечером я смотрю с окна, буквально считал я 24 места свободных только с этой стороны. Конечно, когда все люди заедут... Ну, все, конечно, не заедут. Хотя бы 20% если заедут, уже начнется с парковкой с наземной проблема. Благо, есть подземная. Хочу вам показать, друзья, детскую площадку. Как она выглядит. А выглядит она вот так. В принципе, все аккуратненько. Специальное покрытие. Ну, здесь вечером очень много народу. Мамочки, родители, детки. Вот. А там у нас на тренажерах воркаут. Воркаут проходит местный. Где, внимание, уже коммерцию тоже ремонтируют. Скоро все это дело зафункционирует. Мы ждем. Вот здесь въезд на подземную парковку. Так. С этого ракурса покажу вам. Жилой комплекс. Вот здесь будет детский сад. Ромашка. Здесь у нас выход с парковки, да, с подземной? Лифт. А вот здесь еще одна детская площадка. Смотрите. Здесь даже она покруче, чем у меня. Там даже рыбок нарисовали. Смотри, какая прикольная. А, тут вообще, да, смотрите, и кораблик. Ну да, молодцы. Здесь, получается, парковочные места управляющей компании. Такая небольшая стояночка. Сама управляющая компания также находится на территории. Они отдельно построили здание. Вот оно перед нами. Раз, два, три, четыре. Пятиэтажное здание. Под управляющей компанией. Так, ну и пойдемте в подъезд. Итак, мы подошли к подъезду. Подъезд номер девять. Вот здесь выезд, получается. Рядом прям охрана. Здесь кафе у нас находится. Вот эта вот дорога на пляж Фазотрон. Тут буквально пять минут ты на море. Так. Оп. Два лифта. Один пассажирский, второй грузопассажирский. Здесь консьерж. Никто посторонний не зайдет. Все, поехали. Да. Вот здесь видишь, что нормальный лифт, а у меня почему-то его вчера взяли и делали. Кто-то себя плохо вёл, наверное. Итак, друзья, седьмой этаж. Так выглядит подъезд. Декоративная штукатурка на полу. Керамогранит, да? Все верно? Да. Витя, тебе виднее. А, прошел мимо. Вот она у нас квартирка. Я надеюсь, ключ подойдет на этот раз. Так. Оп. Все, все верно. Итак. Проходим. Квартира у нас площадью 31,5 квадратный метр. Сейчас она выглядит, конечно, страшненько. Она черновая. Красоту наведем, но Витя-то знает. Смотрите, друзья. Давайте, наверное, цену в качестве интриги, наверное, в конце расскажу. И почему все-таки я эту квартиру выбрал. Смотрите, квартира мне понравилась, во-первых, планировкой. Она планируется в однокомнатную квартиру. Здесь у нас два окна. Здесь еще плюс выход на балкон. Единственный минус этой квартиры. Это, конечно, вид. Вид не очень. Вид на соседний дом. Никаких себе здесь речек. Никакого моря. Но цена, конечно, цена. Все минусы, в общем, сводит на нет. Как Витя мы здесь распланируем? Витя здесь первый раз. Я его только ждал, пока он приедет с Турции. Мы вообще таких квартир еще, в принципе, не делали в этом комплексе. Да, у нас ни одной. Но они схожи, просто, в принципе, планировки. Они чуть длиннее и шире. А там, в принципе, тоже самое. Балкон, окно. Ну да, это полноценно однокомнатная. Никита уже показывал мне задумки. Давайте я, наверное, добавлю. Сейчас на весь экран у меня выглядит примерно, что я хочу. Хочу вот эти вот фотографии отправить дизайнеру Вите. И чтобы она что-то мне примерно такое изобрела, я не знаю. Да? Да. Так, я приглашу дизайнера. Никита, встретишься. Проведете обмеры. Еще раз выскажешь именно свои пожелания. Покажешь ей вариант, чтобы она от этого отталкивалась. Я-то увидел, но у нас этим занимается Ирина. Это все, повторяю, входит в стоимость работ, планировочные решения. Она Никите поможет в двух-трех вариантах нарисовать планировочные решения. Никита выберет, которые наиболее ему будут подходящие. Посчитает. И уже мы приступим тогда к работам. Ну вот, в принципе, да, друзья. Вот такая вот квартира. На балкон мы, к сожалению, не можем выйти. Да, нет. Ручек нет, ручки потом выдают, да, консьерж выдают. Да, ручки выдают, получишь документы, тогда получишь ручки. Ну, в общем, друзья, следите, подписывайтесь на канал. Вот такую квартиру я выбрал. Смотрите, что из нее в конце концов получится. Напоминаю для тех, кто не смотрел первой серии, что квартиру я покупаю для сдачи в аренду. Давайте, наверное, поговорим о том, почему все-таки выбрал квартиру в этом жилом комплексе, а не в остальных. Ну, что, во-первых, это жилой комплекс Посидон, он уже сдан, он уже у всех на слуху. Ну, это первая береговая линия будет сдаваться вообще на отлично, согласись. Первая береговая линия, я не знаю, невозможно не сдать квартиру. Потом, что третье? Третье, что меня подкупило, ну, это, конечно, бизнес-класс, то, что все-таки есть и детские площадки, и спортивные площадки. У нас для, может быть, для Москвы и для каких-то других городов это как бы обыденность, но для нас на самом деле это редкость. У нас есть ЖК Парк Горького, я не знаю, и теперь вот этот жилой комплекс Посидон. Все остальное у нас, ну, наверное, кто смотрит мой канал, в большинстве своем выглядит, как действительно курятники. Многие у меня подписчики говорят, хватит показывать курятники, покажите что-нибудь такое стоящее. Ну вот, друзья, пожалуйста. Единственное, да, что вот эти окна, ну, Витя говорит, что мы здесь сделаем очень много точек света. Да, Никита переживал, что небольшие окна, плюс это угол дома. Здесь, как видите, сейчас прям разгар дня, солнце особо не попадает, но мы сделаем максимально светлых тонах квартиру, максимальное количество точек освещения, и все будет в итоге, и обязательно увидите, как всегда, итоги нашей плодотворной работы. Друзья, ну, у меня сейчас панорамное окно в квартире, в которой я живу, блин, я уже, честно говоря, не знаю, жара вот эта, кондиционер постоянно приходится, чтобы работал. Ну, все-таки, наверное, может быть, и есть в этом даже и плюс свой, да? Есть, да. Что здесь... Я просто сам жил, когда я местный житель, жил с квартиры с солнечной стороны и мечтал съехать. Сейчас съехал, у меня тоже теневая. Это, наоборот, лучше в нашем городе, на самом деле, нежели жарится на солнышке. Так что минусов нет, дом отличный. Да? Да. Ну, я думаю, тебе как мой выбор, да, из всего остального? Выбор хороший, потому что, во-первых, я здесь уже нахожусь около 5-6 месяцев на Посидоне. Как только дом сдался, мы начали работать в этом доме, ремонтировать квартиры, не только в этом, в общем, в городе. То есть в этом комплексе мы порядка 20 квартир ведем на сегодняшний день уже. Сейчас многие у нас выходят на сдачу, одна за другой квартирой. На моем канале также можете увидеть, Никита Сырченко. Да, Витя, кстати, на своем канале прорекламируем, давайте, Витю. Он порядка 20 здесь квартир делает. Все эти квартиры он изначально снимал в черновом виде. И вот сейчас мы начали снимать, начали с моей квартиры, в которой я сейчас живу и арендую. Начали уже снимать готовые варианты. Вот. Ну, думаю, всем будет интересно, кто планирует переезжать в Сочи, кто планирует брать черновую и делать ремонт под себя. Хороший, качественный ремонт. Вот. Давайте все-таки теперь о цене поговорим. Вот это, наверное, было четвертое там, по-моему, да? Загибал я пальцы, почему я все-таки взял эту квартиру. Данная квартира мне досталась 31,5 квадрат за 3,900. Мы договорились. Взял я эту квартиру через риэлтора, что, наверное, может быть, покажется вам удивительным. Но нет. В принципе, взял через риэлтора. Заплачу я комиссию. Почему бы нет? Девушка здесь находится. Она здесь, наверное, с самого основания. У нее очень много перепродаж. В общем, мы с ней объединились, кстати. И следующее видео я сейчас буду снимать. Как раз прогуляемся по самым интересным квартирам. Там где-то 20, где-то 30, где-то 40 тысяч за квадратный метр. Разница с ценами от застройщика. Вот эта квартира мне досталась, повторюсь, за 3,900. Такая же квартира от застройщика стоит 5,500. Я заходил в офис продажки перед тем, как принять решение. 5,500 такая квартира. То есть я уже покупаю на миллион сто дешевле. Сейчас я сделаю ремонт здесь. Ну и вообще квартира станет золотой. Плюс это, конечно, очень ликвидная недвижимость. Это не какие-то жилые помещения. Здесь дом строился по федеральному закону 214. Статус квартиры. Все как надо, в общем. Все четко. Поэтому вот такая вот у меня инвестиция, друзья, получилась. Все, на этом закончим мое видео. Кто следил, кто ставил лайки, всем спасибо, друзья, моим подписчикам. Ну все, пойдем мы сейчас третье видео снимать про эти 30 квартир. Она мне сегодня говорит, уже 39 у нее, кстати, квартир. В общем, все, подписывайтесь, смотрите, кто надумает здесь покупать. Комплекс реально классный. Все, смотрите дальше. Всем пока, всем удачи, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok